здравствуйте добрый день слышал о здоровье проблемы у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет нет я был слушай говорите пожалуйста у меня такой вопрос вы говорили о работе да что нужно работать на двух работах что очень надо трудиться днем и ночью так вот вопрос вот если примеру 2 работа будет мешать какой-то духовной жизни общения чтения то стоит ли искать вторую работу или вот лучше все таки пока не стоит если мешает тебе духовно это ни одной работы не надо то есть переменить ее надо другую работу взять потому что труд и молитва молитва и труд но на первом месте это конечно молитва молитва и чтение слова божия но поэтому надо сон сокращать как-то выходить из этого положения не не работа то есть просто если как бы такая работа что как бы есть все-таки время много времени но если вторую работу то это уже будет время очень мало поэтому начни брать значит лучше не брать я сократил сон у меня на сутки уходил два с полной часа и поэтому я мог говорить но я не принуждал они не на верю как говорят я просто совет опытом своим делился но у меня мозг немножко не так работает поэтому мне написано первая западь райская была в поте лица есть хлеб свой и книгами играми заниматься я компьютером не занимаюсь но как бы для того чтобы читать все-таки нужно немножко чтобы мозг профессионально но у меня с собой всегда были маленькие выписки из чьи написания новость дает салтырь и как-то так вот господь позволил иметь и работы работы которая основная государственная мы еще подрабатывали было бы еще уделять нуждающимся это надо всегда помнить но ты это я помню поэтому меня вот второй вопрос такой вот какая сейчас общественная деятельность как бы сильно такая популярная стала благотворительной организации какие-то фонды и так вот что лучше вот на акцент на вот такую общественную деятельность подходить вот у нас благотворительной организации мы ходим в дом престарелых к детям в больницу или все-таки лучше на какую-то такую скрытую собственно такую персональную как бы деятельность чтобы никто не знал что все было скрыто тайно и как бы опытом поделись я никогда не участвовал никаких благотворительных организациях никогда но когда мы слышали имели связь сами наша отдельная община вот там сгорел храм белоруссии батюшка бил сбор мы сразу собрали поехали не в донбасс там несколько машин там что нагрузили продуктами а так сами себе тут около нас всегда хватает людей которые нуждаются многодетные там болящие надо ухаживать и куда мы будем какие-то организации я этого не знаю даже хотя хорошее дело когда это для другой страны когда помогают и зажиточная но мы не зажиточная но у нас всегда были деньги вот нам приезжает руководители как назвать его председатель библейского общества они библии распространяет и новые переводы стараются делать они приехали к нам но они протестанты и не православная приехали они один раз мы узнали расспросили что община то у нас небольшая но мы сразу же собрали деньги сразу ну у нас кто-то работает вот они от из пенсии все всегда была та шестизначная цифра они на потом опять приезжает мы сказали перевезите переводчиков там переводят на какой язык мы снова собрали и он говорит даже привез двух сотрудников из американского сообщества библейского тут у нас они побыли и вот мы не участвовали с ними но дело доброе перевод идет им нужны компьютеры и мы всегда откликались на это готовы у нас выше на первое место но так как они нам переводчиков следующий раз не привезли как мы договорились мы уже больше никогда не участвовали мы сказали мы даем на перевод мы хотим видеть переводчиков они рядом здесь где-то вы привезите и мы будем напрямую иметь связь минуя вас ну а если как бы нет такого таланта как бы ну точнее не таланта такой возможности нету такой вот общины своей вот просто как бы живу в городе то есть один не в своем городе соответственно как бы если и выбирать как бы наименьшее сопротивление да то это вот пойти вот в общественной организации участвовать вместе со всеми и ну то есть лучше наверно тогда тогда что все должно быть благоразумие рассудительность на первом месте я беру годы советской власти когда вообще про это разговаривать нельзя было но мы всегда платили десятину десятину пенсии или кто-то десятую часть общество было маленькое и мы откладывали все время мы проповедовали о том чтобы денег на себя тратить как можно меньше меньше я говоря сколько ты тратил советское время ну сколько но рублей 60 надо на человека 60 как ты проживешь то вот у нас уходила среднем это по 10 рублей но мы клали отдельно к милостыни касать по 25 кто у нас рядом был мы на питание откладывали 25 но мы сэкономили по 10 истратили и поэтому все что накопилось от этого 25 там 15 остается мы в одно место складываем мы ждем вот приезжает один человек с нами хорошо знакомый был но его долго не было 5 почти лет это я где-то был на севере золотые прииски работал бульдозеристом я хочу снова быть с вами я говорят и платил десятину нет я говорю вот саша дело какое мы с ворами не сообщаемся богат вы обкрадываете меня иго пророка малахи 2 глава ты согласен чтобы сейчас сесть и посчитать сколько ты не заплатил с удовольствием он подсчитал цифра очень большая но на севере работал четыре года я говорю у тебя деньги такие есть он говорит ну почти что все что я накопил это не страшно а ты готов выход дать конечно и он деньги эти снял я говорю теперь держи их у себя мы знаем куда деньги отдать мы пошли к отделенным баптистам баптисты и они и издавали подпольно там где-то в прибалтике библии и мы все отдали пресвитеру при свидетелях свою приложили там сколько у нас накопилось это большая сумма была а потом пишут раздается бесплатно я знал перед богом все учтено мы вот так находили сами мы не могли издавать библию библия на первом месте мы любим ее а это издают там их сажают и мы это понимали там может быть родственникам помочь на дак они баптисты ну вот такие мы плохие православные после хорошие православные там я даже может сиронии говорю никого не видит кроме себя мы всегда узнавали где нужда нужда а там католики попали в беду мы там же оказались рядом старались помочь то есть а мы собирали так вот это собиралась в моем доме златоуз говорит если ты хочешь чтобы твои средства сохранились ты которая на милостой они для христа положи рядом ангел охраняет это попутно это сохранит простой детский такой как бы разговор и у нас ни разу не похитили не отняли ничего и открыто об этом говорю ну меня православные конечно могут обвинять вот и такое там с сертификами молиться нельзя мы не молились мы молились с верующими которые не против троицы если мне сказали троицы нету то другое я бы аминь не сказал аминь нет за исключение молитвы как скажет входящий в дом если они понимают мы никогда на это не смотрели пистиотики или кто-то если для дела божия мы всегда были там вот это наш опыт такой и мы это получили сейчас когда у нас такие миссионерские поездки от владивостока до лиссабона купить машину издание книг хотя 38 томов выпустил только это многомиллионный тут а у меня минимальная пенсия не вообще-то там чего 6500 рублей это 120 долларов на месяц мы чтобы не начали делать нам всегда бог дает хотя деревне летом там там дороги строим пруды и незнакомые люди узнают в прошлом году с испании с италии это откуда-то их они были с германии узнают и присылают мы говорим я книги не издаю но вы такое дело делаете мы видели но я говорю вас и на сто процентов доверять и тогда мы возьмем если хоть пол процента не доверяете что я на себя потрачу или ну куда то так это не по назначению то мы не возьмем почему ты даешь не мне для бога а у бога обмана нет и ты должен быть уверен и когда мы нужно было где дети находятся купить там кухонные комбайн и морозильные установки мы в магазине все снимаем и выставляем и показываем вот я отсчитываю деньги в кассе вот иду я в там ну что видно было чтобы люди делали это с радостью мы на это себя обрекли видеть как я одет и весь заплатах а мне это нужны никакой нету у меня и брюки такие ну все чистое постиранное и мы за зиму почти ничего не тратим у меня мука есть которая остается от лагеря детского начальник детского лагеря отдаем одной сестре она мешок себе мешок нам тряпает хлеб картошка своя для варенье свое ну что можем летом попутно то мы ведем там свое хозяйство то мы четыре месяца в деревне в нашей потеряевке с нуля восстанавливаем а восемь месяцев здесь и у нас продуктов хватает то есть вот конкретное ребята приезжают зимой они ни на одну работу не могут устроиться там мелочь поэтому они у своих кому нужно говорят мне нужно там что-то в доме ремонт сделать они идут и мы свои свои члены общины платят и их кормят то есть мы живем просто просто никакого не лука сама а настолько открыто и у нас вообще ничего не нету и так нельзя жить просто ну все открыто прозрачно мы видим что люди они одно видят видят как мы обедаем а сегодня сняли утренний завтрак какой чего как нужно бедно красиво и витамины что были прошла работа физическая чтобы у тебя мускулы были но не было подбородка и живота все это учитывается что для здоровья было полезно и мы показываем вот трем морковку морковь своя конечно это мелочи такие но из мелочи мозаика нашей жизни составляющие тогда вот еще вопрос по поводу десятины вы говорили что надо десятина священнику в руки отдавать а если вот в храме примерно у нас такой храм что у нас во первых четыре священника во вторых так получается что приходится как бы исповедоваться не всегда у одного но хотя бы отношения с одним как бы но тем не менее то есть у нас как монастырь такой маленький и поэтому ну то есть такого как бы я не могу понять то есть кому из них давайте поэтому просто вот первым если в копилку на храм кидать у нас люди наши уехали в грецию и они там тут они имеют опыт пришли на исповедь и тому платить кто и на исповеди перед тем надо одного ждать когда он будет договориться так это не у нас не положено только перед одним а кого твоя душа из берет но она принесла там и деньги батюшка что это такое на десятина что это десятина то есть он знает свечки продавать торговлю храм и мамону знают а десятину не знают и он не берет ее почему потому что освещение разных офисов закрещение за все берут если священник получает десятину все бесплатно должно быть никаких заказных молебнов ни за крещение ни за венчание не за освещение квартир нигде ни копейки не брать все погашает десятина так как у нас у нас запрет это в устав записано нигде никогда не ни одного рубля а если священник возьмет мы сразу расстанемся с ним но он знает заранее подписывать что не будет ему хватает но деньги которые ему даем у нас один священник там это у нас нужно на топливо вот сейчас сейчас прислали налог на землю на здание он оплачивать если у него хватает то есть у нас как-то так вот получилось мы доверились богу и господь так устроил и то что опыта никакого не было не было а господь сделал так что дал нам опыт когда мы поехали миссионерскую поездку машины нет специальный газель долго рассоветовали шаперами какой тип машины купили не на марку а советскую ну это колымага такая для меня на белая лебедушка две ведущие она идет как трактор везде но представьте владивосток порт находка тихий океан и лиссабон это проехать турцию проехать с южной стороны скандинавию прибалтику и тут еще что 120 тысяч километров три раза вокруг земного шара по экватору то на нашей колымаги ты говорит я говорю это лебедушка она белая выше всех ее везде видать остановимся где-то мы в австрии в германии вот бог так делает мы отдаем десятина а он не берет к ногам положи написано к ногам апостолов если он торговлю не убирает больше мы не копейки мы не дадим определенное правило вот кому а если он богатый живет у тебя не надо рассуждать написано отдай а сверх того от сверх того теперь считай книга тавита первая глава 8 стих там находи вторая десятина идет там туда-то третья нищие своей рукой где-то подальше я уж просто так говорю вы доверьтесь богу но надо брать планку повыше а не так что батюшка принес за один аборт женщина отлучается на 10 лет от причастия правило василия великого второго и его не надо переделывать а сделать 40 поклонов там через две недели причастись это обман златоузга гибнет тот кто причащается без исполнения пяти ми и тот кто допускает а у нас это выполнено человек бороду бреет вот допустим даже или усы он у нас уже будет стоять соглашенными соглашенными так и он конечно не причащаться не будет ничего пока не перестанет делать это скобление противное богу у у нас правило есть и они вывешены и все это знают так а люди у нас правило необычное есть нельзя людей звать к себе а как тогда ну просто нельзя звать и все как а чтобы они узнали поинтересовались мы разрешаем один раз прийти если он изъявит желание мы сразу накладываем на него обязанность каждое воскресенье ты должен быть в церкви не у нас ты скажешь а я ходил баптистов это твое дело у католиков у мусульман ты еще не член нашей общины но ты где-то воскресенье должен молиться а я не был нигде а вот тогда мы тебе говорим все мы тебе запрещаем приходить к нам нам это расхолождение не надо да что это за правило ну наши правила что ты к нам пришел они спрашиваю ты потом поймешь не обсуждается я вот разговаривать с человеком галстук там у него или что то у нас это запрещено верхняя пуговица должна быть застегнута не как у масонов обязательно расстегнута масонское правило и спорить об этом не надо надо испытать как это хорошо спрашивает а как вы это узнали почему вставать всегда 4 40 не знаю я на молитве стою на молитве я прошу у бога и бог кладет на сердце мне а потом я нахожу мать мария тереза калькутская у них вставали сюда 4 40 а речь идет там уже миллиона свидетелей потом еще раз нахожу что вот почему не в 4 не 5 или не пол пятого не могу ответить у меня нет ответа на это но мы встаем воскресенье до дорогой когда мы всегда в одно время где бы ни были говорят вот я с одного места переехала другое у меня организм не вписался у нас этого нету я из финляндии в америку перелетела нашим 12 часов праздника на утро я так что встал 4 40 по их времени как господь в тюрьме находясь в камере там свет все время горит часов ни у кого нету я всегда вставал в одно время минута в минуту не и не как-то 4 часа два часа до подъема это утренняя молитва у меня такая так что охранники игры часы сверяли почему ангел он подходит и тихо тихо меня задевает я даже дыхание его слышал люди которые не имеют этого они не верят как григорий низкий говорил брат василий великом они верят только в то что сами могут сотворить они не верят вот я самый бедный в то же время самый богатый а как это я не могу объяснить как незнакомый человек не переписывались ничего нам ехать поездку и он вдруг с калининграда калининград то где кёнигсберг а вам деньги нужны я бы я книги не издаю уже я уже их издал 38 томов у меня вышло остальные 7 у меня в интернетной версии ну на что-то другое а вы нас хорошо знаете да я смотрю ваши ролики на сто процентов берешь что мы не проедим не пропьем не проблудим не проедем нет я вам уже сейчас собираем миссию ехать возьмите туда видите это не рубль не два шестизначные цифры человек у меня было так я выступаю подходит человек за границей а выступаю там и китайцы и корейцы с переводчиками будущее русской эмиграции в свете священного писания подходит один а вы возьмете мой чек я вам выпишу а я даже не знаю что такое чек он тут же выписывается на пять тысяч долларов это деньги по сегодняшним там у нас ну смотри если ты знаешь и веришь в это везде условия а почему к вам нельзя звать нельзя правило иначе люди увидят не христиан на карикатуру на христиан нам не надо заманывать калачами мы сразу человеку показываем наши правила бороду не трогать женщины всегда платочках длинное платье то есть мы даже внешне у нас свой дресс-код посты соблюдать православное и всем на благовестие а понравится он пишет заявление и тогда принимаем собранием да нет такой общины я говорю за тысячи лет не было нигде ни у баптистов нигде этого нету даже эти еретики всех заманывают к себе там песнопениями у нас этого нету не положено звать к себе так вы тогда на нет сойдете сойдем согласны но бог силен взять руководство нами к себе нельзя звать мы бы должны говорить рассказывать об общине а я хочу к вам ну сначала к нему на дом сходить узнать действительно ли тот если студентом в институт сходить к ним у нас тут такие правила так это у евреев такие евреи бога избранный народ надо прислушиваться к ним они многому нас научат вас не утомляет такой ответ нет нет хороший полный ответками у меня тогда сразу еще вопрос кого можно приводить в дом ну то есть вот есть смысл примеру приводить в дом человека который ну так сказать далеко не православный который там вот возможно там на самом но там бомж или там возможно выпивший из похмелья там но зато голодный как бы нуждаются и стоит такого человека приводить в дом или лучше просто его накормить вынести ему там на улицу дать и все вот то что вы сказали эти варианты как раз они все в ходу тут нельзя сказать стандарт как узнать я его не знаю но по беседам я уже виду что он ищет то или не то у нас потерявки прижать а кто узнал ну я вот прочитал у нас правило без разрешения категорически запрещается приезжать но я вот хотел посмотреть мы его накормили и на вокзал все больше суда не приезжайте а я приеду сорно ну сразу свяжут тебя и сдадут полицию и все ты как враг ты ничего не признаешь пришел а я могу и там коровники ночевать еще чего-то на корове женить буду и весь сказ у меня очень строгие правила к себе мы не приглашаем и не разрешаем приходить пока где-то не встретимся побеседуем увидим но бывает так я даже лицо его не видел глянул на него сзади и решил что он должен быть у меня в доме болимся выходим он сразу подошел ко мне это от бога мы с ним поговорили в дальнейшем это будет мой взять он приехал диссертацию защищать из москвы материал собирать вот как бог делает сделай со священнослужителем а вы его знали знать не знал я никогда я его не видел никогда я не видел даже стоял впереди меня в храме другое время было на вокзале разные бомжи и вдруг я не могу это объяснить как у меня все на запоре там собака в доме у нас наружи наблюдения все есть и друг я как бы все убираю и открываю двери и открыл двери всем бомжам какие и на вокзале и они ко мне приходят я оставляю еду они поели но никто чтобы не пил не курил правило простой не пил и не курил а жена в это время там была в другом городе не знаю что то она там работала или болела что то ну не было ее я сейчас вспоминаю с ужасом это и обовшивившие там приходили старались помыть поставить на ноги дать помочь на работу устроиться к океан кронштадтский делал и вот мы однажды тут приехали адвентисты и мы там были посещали их адвентисты седьмого дня и подходит такой бородой окладистый человек прилично одет и подошел веселый и говорит а вы меня наверно не знаете я посмотрел нет не видел вас да я же у вас был я бомжом был но благодаря тому что у вас вот это был меня это так тронуло я в люди выбился сейчас у меня все есть он подошел вокруг меня ходит горится как гоголь какой вот как бог делает бесплодным не бывает это но потом я ключ вложил в определенное место потом не стал даже вложить варенье на столе сказал норма какая хлеб где все но если я замечу где-то обман мы сразу расстанется ложь недопустимая один зашел а мне деньги надо вот я недавно там освободился хлеб купить не на что ты не обманешь нет ему дал он идет а не видит что я за ним следом иду он зашел в магазин и сразу в винный магазин продавцу отдает это или в кассу деньги то я руку саду раз вперед и деньги в карман и все на него до свидания он как рот раскрыл так и стоял парень то есть мы ответим за то как даем кому даем а бог разберется нет ты должен разобраться святой нефонт говорит видел я говорю как один там гуслец играла кто-то подошел ему то может быть анекдоты дал деньги и деньги тот час же я увидел на оказались в руке у сатаны этого для меня достаточно и поэтому у нас материалы есть если у вас этого нет наших ресурсов я могу скинуть есть есть православие там сайт и в сайте там написано там милостыня и вот там все это есть я отвечаю на 4124 ответа вопроса университетах там в милиции я вел занятия три радиопрограммы вот и поэтому опыт жизни показывают вот мы когда поехали в миссионерскую поездку мы везде говорили кто знает как как открывать визу великобританию наконец нашли что-то в отдельные выписки из интернета делаю у нас нулевой опыт но когда мы уже закончили поездку у нас опыт такой какого ни у кого нету больше ни у кого на всем земном шаре с такой поездкой и в каждом городе везде дарит только книги я ехал там библиотеки встречи это нельзя сделать первым счетом это товара такого нету твое не чужое не купленное и как бог открывает сердца людей мы прошли все страны европы это невозможно да невозможно нас предупреждает германии с вами разговаривать не будут еще подобно нас будут приглашать вот тот самый нюрнвер а как это вы знали не знаем кому не знаю я простой пример говорю вот мы доезжаем до португалии лиссабон нам езжать не адреса нету ничего чего мы едем тут же не англия по английски ты маленько еще можем по-немецки а по португальски ни одного слова шофер за рулем и друг он резко поворачивает вправо я в николай а почему ты повернул сюда не знаю а мы молимся сидим ты с трассы сошел ты теперь вылазить нам обратно не знаю а он дальнобойщик класс маленькая улочка ну ладно потихоньку едем три человека сидят пенсионного возраста почти все остановились среди них вдруг оказался человек хорошо говорящий по-английски мы сразу стали спрашивать он горит я знаю где православный храм находится они могли бы показать это стоит туда и сюда 20 евро на у нас денег больших не большие деньги а маленьких нету он готов пенсионер дать ему его ну пусть приносит деньги я не дам ему деньги он ушел и где искать его он пришел на матч считал сколько у нас по 500 евро это они боятся этих денег на заправке никогда не возьмут боясь подделки и все мы ему дали деньги он впереди нас на своей машине и поехал у нас собака у него и он нас зовет за место мы заходим мы не знаем церкви никогда не были не слышали про нее но вот мы только машину поставили и там панамарка где откуда священники заходят мы только зашли выходит один одетый в подряснике видимо и подьякон а вы откуда будете мы говорим из барнаула россия а кто вы будете я говорю я игнатий лапкин игнатий лапкин он сразу зашел видно священнику сказал там вино запивка дается просору вытащил никуда и только заканчивается он нас перед народом выставил я слово сказал потом он взял тарелку и так у нас путешественники с миссией едут кладите не так так интересно никого не знали а какой результат тут я книг сколько оставил там нужно было для испании везде мы все сделали продали и подарили и одаренные поехали ничего у нас там не было мы приехали на пустое место а у бога все по-другому мы доверились ангел господин повернул ему руль в ту сторону теперь не повторить это это было у нас не один раз при том не один мы сбились пути и не знаем куда поворачивать и вдруг человек едет мы его спрашиваем а вы не знаете как выехать на эту трассу по-русски разговаривает вот я мусульманин мусульманин и поехал с нами повернул ехал на встречу а повернул и поехал и отвернул где там электростанция стоит это он вывел нас на дорогу на эту а как вас я говорю звать махмуд а у меня отец такой же он тоже аксакал так мы за него махмуда молились дорогой сколько мы его не знали говорит чечню не ездить и голову отрежут а мы в чечне были как родные братья и как мы одеты как выглядим и спросили юноши так они нам все показали адресами поменялись три раза в чечне были как родные братья я не отрицаю что люди говорят но у вас свой опыт у нас свой свой почему мы молились за нас все молились и католики протестанты представьте как нам было нелегко машину где-то дорогой спрятать надо на ночь чтобы нас не видели не то что при люди где-то в лесополосах и мы проехали как на крыльях нас пронес господь вот что значит довериться богу мы делимся опытом остались живы вернулись и не потеряли ничего хотя в швеции у нас машина полетела полностью мотор и нашлись люди которые помогли разменяли деньги русские швеции потому что далекий совет какой дали один совет нужно вам россию нигде нет таких деталей и нас перетащили в эвакуатор платили такие деньги и нам давали и мы калининград нас утащили там отремонтировали в этом мы везде включаем благодарение нашему господу иисусу христу как много у него людей добрых везде мы приобрели большой опыт доверие богу я даже сегодня встречу меня дрожь пробирает как мы остались одни на дороге машина туда-сюда никто не понимает с места не двигается и там где обращались и буквально если бы опоздали на одну минуту человек ушел если бы еще по-другому а он вызвал полицию полиция приехала разобралась и спросила деньги есть эвакуатор нам вызвали и нас утащили это вообще нельзя не эта картина это мы в потоке благодати плыли буквально как у пророка языки или написано и мы вернулись а были у нас такие благодетели говорили вы машину бросайте это раз не ремонтируется мы сейчас вам переводим деньги покупаете иномарку езжайте дальше вот это я груда иномарку а у меня там за собака и кормы книги да никогда а как не знаю как давайте молиться мы только молились и молились а я с собакой гулял там леса в лесу там двустороннее движение швеции то и бог так сделал вывел нас на простор и дотащились мы до ножевого новгорода где машина была изготовлена вот там и надо встретиться конструктор почему машина-то сломалась в мотор то там мы знаем теперь что там было калининграде то нам сказали шестеренка там где-то перед передача топлива подает его нельзя было нигде за рубежом отремонтировать нам вышли сказали вы близко около входа вы отойдите в сторонку идут там рабочие а это у них здание администрации пятиэтажные мы отошли в сторону и стали молиться молиться настроя мы подняли руки в конце и стали благодарить бога глаза открыли перед нами стоят три человека которых мы искали главный инженер главный конструктор и заместитель вообразить даже нельзя и дальше они нас за руку повели тут же тут же позвонили и тут же мастер приехал сел в машину давай слушать что нам нужно было полный ремонт машине сделать и они сделали за один день нас покормить а мы говорим у нас постный день так мы на лужайке сидели они из ресторана нам помидоры хлеб там все принесли спросили что мы едим корреспондента прислали все записал это нельзя придумать у нас знакомых нету и вдруг кого мы искали они все трое перед нами оказались кто-то сообщил им что такие то люди приехали за рубежа на нашей машине немедленно дадут знать машину то не все покупают только где-то по местному району ездить а мы от океана до океана реклама то какая машине да как бы не это авария конечно это плохо но мы бы и с ними не встретились вот когда все это вспоминаешь тогда тебе не надо ничего только молиться и петь аллилуйя ты дивный создатель ты любишь создание твое никакой бог так не любит свое творение вот так еще такой вопрос относительно высоко сказали как все хорошо происходит а если наоборот вот примеру он помолился и наоборот обстоятельства неблагоприятно складывается то стоит идти против этих обстоятельств или все-таки смириться и отложить дело а дело то в чем заключается ну скажем так в личной жизни примеру не знаю я это может я расслышал человек освободился не нет 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 после молитвы обстоятельства сложились наоборот неблагоприятно то есть не так как я хотел в противоположную сторону что как бы то есть дело идет наоборот в обратную сторону то есть тут если то есть стоит идти против обстоятельств если они складываются неблагоприятно не идти против бога не идти против православия если ошибочно православие где-то не бойся восстать ну понимаете однозначно нельзя надо конкретный случай и по нему уже сделать ответ я не могу ответить на этот вопрос я все делал не знаю а стандарта тут нету только одно нигде не нарушить заповедь божий нигде не нарушить слово божие это определенно и четко а если это где-то с нарушением отказывайся от всего самого хорошего зачем весь мир приобретешь а душе повредишь какую пользу тебе это какой выкуп даст за душу вот надо ли подчиняться обстоятельством это тоже определенно иногда надо потому что военные компании есть момент когда надо наступать а если когда надо держать оборону а если когда надо отступать стали не отступал четыре спала миллиона пленных ушло гитлер не отступал полное поражение тут надо знать где отступать а где отступать самое главное где когда связаны с женщиной у мужчины бегать и блудодеяния Павел говорит. А вот бывает обратиться человек, а жил блудно. А я ей хочу засвидетельствовать. Не надо. Тебя засосет космическая черная дыра. Тебя не будет. Останься. Обойди. На ту улицу не заходи. Все телефоны уничтожь. Если обратиться ей, она обратится через другого, но не через тебя. Отойди от нее. А если он не послушается... Ни одного случая не было, чтобы был положительный результат. Она его сглотнула, сжевала. Подкаблучник. И все. То есть тут надо конкретный пример где-то. И какие-то детали надо высвечить особенно ярко. Можно или нельзя? Я, может, и по вопросу отвечаю вам? Ну, нет. Вопрос все равно. По поводу обстоятельств. Наверное, неважно, в личной или в какой жизни. Просто если обстоятельства складываются, то... Почему люди боятся перед Богом быть в трудной обстановке? Конечно, лучше не давать обещания, нежели давать и не выполнить. Ну, ты сразу себе поставь грань какую-то. Господь любит, когда мы обещаемся ему. И выполняем это. Вот бывает, человек где-то попал в трудной обстановке. Их там уже почти пленили. И он говорит, если бы живой остался в Афганистане, то не женился бы никогда. Никто его не побуждает. Но как она была от обещания? А теперь вернулся, встретилась хорошая девушка, и решил жениться. И теперь мне вот мать говорит, что теперь делать-то? Юра-то мой дал обещание. Не знаю, как дал обещание, утверждено ли оно Богом. Если это монах дал обещание, тут все, намертво. Из монашества выхода нет. Он уже понял все. Но жениться нельзя, не как Мартин Лютер. Монах был, женился на монашке, еще детей нажил. Это преступник. А его 500 лет празднуют ему. Он преступник. Преступник перед Богом. Клятва преступник. И поэтому, ну, надо узнать, что здесь в данный момент нужно. Но вот это непреложное условие. Молиться об этом. Если есть друзья, сообщить, не бояться. Сказать вот так-то, так-то. Я хочу знать волю Божию. И когда он меня просит по какой-нибудь помолиться, я прошу здоровья. Так, сбоку, чуть-чуть. Главное, да будет воля твоя. Может быть, ему не надо здоровья. Он будет еще больше пить. Надо на все благоразумие. К Антонию подошли, братья там распорили. Один говорит, самое главное молитву. Он говорит, нет, это пост. А второй говорит, самое главное это проповедь, чтобы людям вера обращает людей. А третий говорит, нет, самое главное, вот это бодр, Соня. Но мы у него решили спросить, а что самое главное? Это какое качество? Он говорит, благоразумие. Не научи дурака молиться, говорит, он лоб разобьет. Не научи мой спаситель, он с голоду умрет. Благоразумие. Вот главное качество. Везде его надо включать, что бы ты ни делал. Самое главное, после как человек обратился к Богу, это женитьба. Выйти замуж, это самое центральное. От этого будет все зависит, какая у тебя пища будет, какие друзья, какой сон, какие дети, какое будущее, где ты в вечности будешь. От жены все зависит. Она горше смерти, как и Клисиас пишет, и через нее мы все умираем. Да, я... Тут спора скорых нет. Вот так. Я понял. Благодарю вас за разговор. Желаю вам здоровья. Я слышал, у вас проблемы со здоровьем. Нет, нормально, нормально. Я немножко просылся после бани, но там развешивал белье, стоял раздетый, и выпил холодного березового соку. И у меня голос пропал. А сейчас я уже разговариваю почти нормально. Здоровье совершенно нормально. Наша жизнь такая, что можем умереть с хорошим здоровьем. Каждый день я на ногах, каждый день на молитве. Хожу к голубям, лажу на голубятню, хожу своими ногами, желудок перерабатывает пищу. Что еще надо-то? Ничего. А мне 78 лет-то, они 70 уже. Милостью Божьей, я с молодыми работаю, они все говорят. Мы не можем даже делать то, что вы делаете. Вручную там что-то делают. Но они меня берегут со всех сторон. У меня операции на позвоночнике, я на стройке, большие тяжести носил, у меня еще две грыжи. Ну, я хожу, хожу нормально, кланяюсь, я только благодарю. Здоровья у меня для меня достаточное. Очень даже. Слава Богу. Слава Богу. И вот относительно, я сказал, планки, вы сами себе это назначаете. Посмотрите, какой у вас сон. Во сколько. Когда спрашиваешь, сколько, да по-разному. Это значит, у него нет графика. Всегда в одно время. Всегда. Это интимная встреча с Господом. Но если можно, установите ночную молитву, чтобы молитва была. А может быть, даже не один раз. Ну, это уже человек на произволение. По силам надо смотреть. Планка. Десятину непременно отдавать. Если не хочешь быть вором. Я вот людям, когда рассказываю, как вы боитесь этого. Я не боюсь, потому что это Божье дело. Я не боюсь сказать. Я с первого дня решил отдавать 9 десятин. 9. 100 рублей заработал, 90 на дело Божие. И прожил 55 год. Ни разу не изменил этому правилу. И хватало. Вот поэтому я на 2-3 работах всегда работал. Уменьшил расходы на себя. И все. И для церкви, и для всех. И люди удивляются. Как так? Я хорошо зарабатывал. 40 лет печеньком был. Доходное такое. Но если ты плохо делаешь, тебя никто не позовет. А если ты делаешь лучше других, за тобой очередь будет стоять. Но я профессиональный строитель, поэтому Бог умудрял. Я никогда не был голодный. Никогда. Я делаю печи, меня накормят. И все так получалось. Я размыслю, когда только головой покручишь. Боже, неужели это ты так терпишь? У меня человека грешного, негодного, у меня ни образования духовного, нет ничего. Но я всю жизнь учусь. И ты мне вот это положил на сердце. Это Бог положил. Так это невозможно. Я однажды встретил среди протестантов. У него 9 детей, и он платит 5 десятин. Половина. Ну, он там ему платит община, а мне там... Я сам зарабатывал все время. Общины не было. Община-то наша там 25 лет всего. Примерно. Нужно Богу довериться. Ой, как это хорошо. С утра уже благодаришь за все. Мы помним и правителей, и Украину, и Эрдогена в Турции. Всех поминаем каждый день. Патриарха, пап римских. Мы всех-всех поминаем у нас отдельно. Болящих в целую очередь. И люди отовсюду каждый день звонят. То есть молитва должна быть всеохватная. Родных и близких, и дальних, и кто встретился, и кому сказали. Ну, то есть так надо. За интернет отдельно молимся. Кто его изобрел? Тимофей Тим Бернерсли. Кто телефон изобрел? Телефон. И мы за него молимся? Мартин Купер. Открой ему истину. Он так облегчил нашу жизнь. Мы с вами можем разговаривать. Не просто он сделал это, а сделал для нас с вами. Вот тогда у тебя настроение другое. Ты все присваивай себе, Златоуст говорит. Написано, всякий верующий. А ты скажи, и я верующий, иметь жизнь вечную. Присвойь себе, тогда у тебя будет здесь всюду красовать себя любовь к Богу, что он для тебя это сделал. Не только для всего мира, но для меня. Всякий это я. Всякий верующий. Это Ян Златоуст говорит. Четвертый, пятый век. Вот так. Благодарю вас за... Храни вас Господь. И вас, спасибо Господи. С Богом. С Богом. Надеюсь, поменете меня на молитве. Хорошо. Вы в каком месте живете-то? Брянск. Брянск. О, Брянске там, это как Курский выступ. Там же у вас немцы были? Здесь у нас немцы, и немцы, и радиоактивный дождь. Да, 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 да. Ой, сколько вы пострадали. Ну, у вас-то там от немцев что-то осталось, их доты, укрепления. Нет, я не знаю. Я тут как бы недавно, поэтому я как бы... Я знаю, что тут много как бы раскопок, всяких таких мест, где можно что-то люди находят. Вот так. Ну что ж, с Богом. С Богом. Спасибо Господь. Обещайте нас. С Богом.